Гипергенез сульфидных месторождений Южного Урала 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 надо-надо комплексно использовать, но пока практических шагов к этому делается достаточно мало. Последние работы, посвященные минералогии зон окисления, обобщающие, принадлежат Яхантовой, это профессор Московского государственного университета, которая писала несколько справочников, и в основном базировалась она на результатах собственных исследований, это были месторождения оловянных руд, оловосодержащих сульфидных руд, в общем, колчеданные месторождения как-то прошли мимо. А по колчеданным месторождениям в России, наверное, последние обобщения принадлежат Смирнову и группе исследователей из ГИМа Московского, это работы Бугерского, Сергеева и так далее. Поэтому, ну, кроме того, нужно сказать, что сульфидные месторождения в короб и ветрове неустойчивы, они подвергаются химическим преобразованиям, окислению, которые приводят к возникновению новых минеральных форм металлов, в том числе тяжелых металлов. Это, с одной стороны, является основой для поиска месторождения, а, с другой стороны, является фактором вредной экологической нагрузки. И отработанные месторождения, руды извлеченные на поверхность, собственно говоря, окисляются не точно так же, как и в природе. То есть техногенный гипергенез и природный гипергенез, это процессы сущности одинаковые. И сопоставление результатов природного гипергенеза с тем, что происходит при техногенезе, позволяет прогнозировать поведение отвала в будущем. Ну и, собственно говоря, моя работа – это попытка собрать воедино результаты последних работ, не только наших, но и коллег по минералогии, в какой-то мере геохимии, гидрогеохимии сульфидных месторождений. Классическая зона окисления, всем нам известно, мы ее прекрасно наблюдаем в различных учебниках. Ну, существуют определенные терминологические сложности, которые по-разному называют зону выщелачивания. Тупо помещается в самых верхних горизонтах железной шляпы, либо между верхними горизонтами шляпы и более богатыми окисленными родами, либо в колсиданных месторождениях непосредственно над окисленными родами. Здесь сложности заключаются в том, что каждый из приведенных источников, Смирнов – это схема Лазаренко, это схема Никиты Борисовича Сергеева, имел дело с каким-то определенным типом объектов. И этот определенный тип объектов, высокосульфидный, низкосульфидный, располагался в различных климатических зонах, что, естественно, приводит к различиям в структуре. Потом в основу брались разные классификационные признаки. Кто-то брал поведение определенного элемента, кто-то брал поведение минеральных ассоциаций. Ну и в связи с этим существуют определенные проблемы с номенклатурой. Для Урала в методическом пособии по геологической съемке была разработана вот такая очень обобщенная схема, которая перегружена деталями, и, собственно говоря, она включает в себе все, что можно найти, но разобраться по ней, что где можно найти, невозможно. Поэтому схема нуждалась в какой-то адаптации к условиям Южного Урала и какой-то генерализации для того, чтобы ей можно было пользоваться, конкретно при поиске, разведке и эксплуатации месторождений. Целью работы было выявление причин разнообразия строения и минерального состава зонок и средний, которые сформировались над сульфидными месторождениями различные информационные принадлежности. В задачи входило изучение их строения и минерологии, выделение типоморфных минеральных ассоциаций, зависимости строения гипергенного профиля от геоморфологической обстановки. Были проведены эксперименты, которые для того, чтобы понять, как ведут себя металлы в различных обстановках, применительно к Южному Уралу, такое, что мы пересчитали, смоделировали термодинамически. И некоторые наши выводы подтверждены изучением изотопного состава. Я думаю, что научная новизна там написана, но на самом деле реально новым. Во-первых, мы расширили список минералов, зон гипергенеза достаточно серьезно. Во-вторых, обнаружили интересное такое явление, это возможность формирования в гипергенных условиях, в гипергенном профиле селенидов, целого класса минералов, которые встречаются на совершенно определенном гипсометрическом уровне. Это подтверждено термодинамическими расчетами. И в настоящий момент мы уже селениды гипергенные, уже после защиты диссертации, нашли еще, наверное, в трех объектах, в сухопутных, как бы, субооральных ционах гипергенеза. И вот Валерий Владимирович, ученики нашли эти минералы, это селениды свинца, ртути, селениды серебра, сульфосоли селенистые, нашли в результатах гипергенеза субмаринного. То есть это пласт, который нам удалось поднять, он имеет далеко идущие выводы, и это реально новое. Ну и кроме того, вот весь процесс, как бы известно, что биоты играют большую роль в процессе окисления, но нам удалось доказать изотопными исследованиями, что на Урале это тоже имеет место быть, и это доказано цифрами, числом и мерой. То есть это реально первое. Значит, какие месторождения мы рассматривали? Это месторождения колчеданного семейства. Они расположены в Восточно-Магнитогорской, Западно-Магнитогорской островной дугах, междуговом бассейне и за дуговом бассейне. То есть это классические месторождения уральского типа и мини-классические месторождения типа близкого кукурока, баймакского типа, обогащенные полиметаллами и золотом, и месторождения, которые мы относим к кипрскому типу, залегающие в базальтоидах. Это летняя, осенняя внизу есть. Кроме того, мы рассматривали месторождения близкие к колчеданным, но к таковым их отнести напрямую невозможно. Это мелкие золоторудные объекты, расположенные в училинском ружном районе. Они похожи на месторождения баймакского типа. Также мы рассматривали месторождения стратиформные цинковые, свинцово-цинковые. Это Верхнеаршинское, Андрея Юлевское, Амурское месторождение. Амурское раньше относили к колчеданам, оно таковым не является. На самом деле, промежуточный, может быть, это переходный тип между колчеданами и судексом, но тем не менее, там тоже есть зона окисления. Кроме того, мы не могли оставить месторождение медистых песчаников Коколинской группы. Ну и, собственно говоря, все, чем мы занимались, мы попытались обобщить и каким-то образом упорядочить. Все эти объекты различаются между собой по количеству сульфидов и преобладающей минеральной форме этих сульфидов. То есть, с точки зрения гипергенеза важно, что сколько перита, сколько сульфидов вообще, какие вмещающие породы, вулканогенные, нетеригенные, есть там карбонаты, нет карбонатов. И тип колорудных пиццоматитов, который может быть нейтральным при процессах гипергенеза, а может быть химически активным. С точки зрения геоморфологии на Южном Урале есть, наверное, три таких основных геоморфологических ситуации. Это полностью пенепленизированные аккумуляционные долины, это денудационные области горные, холмистые, и это некий промежуточный такой тип, когда аккумуляция еще не началась, а денудация уже практически закончилась. Ну и, соответственно, степень развития этих кор выветривания, зонокисления будет несколько различная. И если в аккумуляционных долинах у нас зоны окисления могут иметь глубину до 120 метров, если речь идет о линейных зонах окисления, то в денудационных областях, в общем-то, это практически первые метры, и сразу же начинаются первичные руды. Ну и кроме того, нужно сказать, что по возрасту на самые древние коры выветривания, это мезозой, современные коры выветривания, понятно, тоже существуют, но основная нагрузка это мезозой, тропический климат, и кайнозойские коры, которые образовались уже в семигумидном и горных областях, даже в гумидном климате, это накладывает свой отпечаток на их структуру и их состав. Высокосульфидные месторождения, колчеданные месторождения колчеданного семейства, зона окисления представлена железной шляпой, сыпучками выщелачивания и окисленными, полуокисленными рудами, в том числе некоторые месторождения, как юбилейно, там зона окисления древняя мезозойская была перекрыта более молодыми осадками, она весьма специфична, она уникальна для Урала, потому что там полностью сохранено, благодаря этому чеклу полностью сохранен вид тропической зоны окисления, сформированной в тропических условиях. Высокосульфидные месторождения колчеданного семейства могут быть не только вскрыты, когда-то выходившими на поверхность, но и могут быть близповерхностными, близповерхностного залегания, связаны с поверхностными агентами, системой трещиноватости. Из таких месторождений рассмотрена Александринская, Западноозерное месторождение, очень близко к поверхности, специфическое тоже рудное тело, высокополиметаллическое, тоже о нем можно очень долго рассказывать. И Александринское месторождение обладало слепой зоной окисления, которая на поверхности Бурожелезняковой были какие-то образования, но это не шляпа Бурожелезняковая над колчеданом, а это все-таки ожелезненные, удаленные жильные фации того же месторождения. Ну и кроме того, даже на очень глубоких горизонтах, вот как, например, на Узельдинском месторождении, при абсолютно слепом залегании по отношению к гипергенным агентам, тоже можно обнаружить следы вот этого низкотемпературного эпигенеза, который можно сопоставить с зонами окисления. Стратифорные свинцово-цинковые месторождения, по сути, тоже являются высокосульфидными, но их геологическая позиция такова, что в строении этих месторождений принимают участие известкоистые породы. Это либо известняки, это вот просто карстовая воронка, заполненная окисленными родами месторождения Шеймерден в Казахстане, и наше вот амурское месторождение, пластовое тело, залегающее в тиригенной толще, это углистые, глинистые, глинистые и известково-глинистые осадки, и перекрывающее здесь, но перекрывающее это не природное залегание, это залегание токтаническое уже, потому что всё это надвинуто, верхняя уконогенная толщина надвинута на самом месторождении по токтаническому шву. Ну и, собственно говоря, для гипергенеза, что здесь важно, что руды высокосульфидные или были высокосульфидные, а обстановка-то, она с серьёзным нейтрализатором в виде исковистых пород. Ну и, собственно говоря, из низкосульфидных месторождений мы рассматривали медно-порфировые, Михеевская и Томинская. Ну и рассмотрение всех этих объектов, объектов было порядка 40 использовано, была составлена такая весьма генерализованная схема, которая, конечно, наследует схему Эммонса, схему Смирнова и все схемы, которыми пользуются геологи. Но она позволяет, с нашей точки зрения, предположить всё-таки, какая минеральная ассоциация, в какой области колчиданного рудного тела может быть найдена и с чем она может быть связана. Ну и, кроме того, здесь показаны возможности развития гипергенных минералов на глубину по токтаническим зонам. Но, к сожалению, иногда не особо, скажем так, профессиональное владение материалом по месторождению, лицензированному уже инвесторами, оно приводит к тому, что какие-то примазочки гипергенных минералов приводят к мнению, что руды смешанные, не колчиданные, не сульфидные, и их нужно как-то отрабатывать по-другому. В общем-то говоря, производство этой схемы на самом деле было вызвано необходимостью иметь что-то в руках, для того, чтобы разговаривать с заказчиками, где что у них может находиться и на какой глубине. Значит, ну, первое защищаемое положение посвящено строению зоны окисмения, и, собственно говоря, всё, что я сказала до сих пор, это обоснование, вывода, который здесь указан. Из таких вот особо принципиально новых моментов, которые мы обнаружили в ходе работы, являются находки многочисленных селенидов. Первое месторождение, где мы смогли это найти, это было западноозёрное месторождение, отрабатывалось коровыветривание, башкирская золотодобывающая компания для извлечения золота. И вот между окисленными, ну, ржавыми, охристыми, песчанестыми породами и породами, собственно говоря, уже колчеданными, перицодержащими сыпучками, располагались такие вот зоны серых, обогащённых боритом сыпучек, с линзами самородной серы, с запахом от разлагающихся сульфидов, минеральный, минералогический анализ вот этой субстанции показал, что в них, во-первых, распространено достаточно большое количество сульфидов, я вот их позже покажу, то есть их морфология свидетельствует о том, что они определённые, они новые, они новообразованы. И кроме того, здесь были найдены такие минералы, как джеркинит, это селеновый аналог перита, ноуманит, аргентум селен 2, тиманит, гидраргерум селен, метациноборит, ну это понятно, это полиморф киновари, и положение, вот положение всех перечисленных сульфидов, оно было совершенно чётко, гипсометрически обусловлено и находило своё закономерное положение в структуре зоны окисления. Как это всё, вот эти все вторичные сульфиды выглядят? Это коломорфные образования, это вот скелетные образования, это тонкие такие мелкие новообразованные кристаллики в трещинках, заполняющих пространство между уже окисленными минералами. Это, ну вот такие вот конкреции подобные минералы, это вот жусинское месторождение, то есть это формы, фромбоидальные формы, формы скелетные, это те формы, которые мы не встречаем в первичных сульфидных рудах, особенно если месторождение уже преобразовано метаморфизмом. Содержание селена в них достаточно широко варьирует, вот смотрите, это жусинское месторождение, это фантастические просто совершенно формы, которые никогда не встречаются в первичных колчеданных рудах, вернее, они встречаются, но встречаются они вот в современных рудах, которые образуются на дне океана, древних никогда. Это сульфосоли, обогащенные селеном, их достаточно много, они, естественно, это все очень мелкое, очень часто, сложно анализируется, но тем не менее разнообразие селенидов достаточно большое. Ассоциирующие с гипергенными халькогенидами селенидами сульфиды имеют экстремально легкий изотопный состав, вот, и такой экстремально легкий изотопный состав свойственен низкотемпературным седиментогенным сульфидам, которые образуются, ну, непосредственно при участии сульфат-редуцирующих бактерий, и это доказано на ряде месторождений, это доказано в карлинском типе месторождения, это осадки Калифорнийского залива, это многочисленные новые, новообразованные сульфиды в мире, которые низкотемпературные, и биота на них оказывает влияние. Ну, собственно говоря, у нас происходит то же самое. А вероятное сформирование вторичных селенидов при низких температурах, она наглядно демонстрируется вот этими графиками, которые показывают при температуре 25 градусов Цельсия и атмосферном давлении. Область развития селенидов по отношению к аналогичным сульфидам, она значительно шире, чем у сульфидов. При этом активность селена мы брали 10-5, а активность серы 10-3. Это соответствует примерно содержанию, оценке содержания активного селена, активной серы в поровых водах. То есть селениды занимают закономерное положение и находятся там, где им необходимо. И, соответственно, вот здесь тоже выделены различные относительно устойчивые селенидовые сульфиды. Видно, что для того, чтобы сформировался и остался живым селенид, активность селена может быть достаточно низкой. То есть это такой концентратор гипергенного селена, и селена ведет себя не совсем так же, как сера. Известно, что селен концентрируется в высокотемпературных сульфидах, но его поведение при гипергенезе отличается. И селен это вообще двойственный такой элемент, а учитывая его канцерогенное и вообще токсичное действие, вообще-то говоря, в техногенных зонах окисления, естественно, ведется точно так же. И все перечисленное позволяет сформулировать второе защищаемое положение, которое я цитировать не буду, оно тут написано. Состав вод поровых, естественно, важный фактор, от которого зависит минеральный состав, итоговых минеральных ассоциаций. Состав вод можно оценить по составу сульфатных выцветов, и, собственно говоря, саму воду проанализировать мы иногда не можем, но сульфаты отобрать и проанализировать сульфаты мы можем. И мы видим, что в анионном составе месторождений, значит, в молодых и высокоминерализованных месторождениях, вот, на начальной, хотя считается, на начальной стадии окисления, воды у нас часто высокохлоридные, вот, по мере развития гипергенеза, они становятся все более и более и более сульфатными. При этом, чем ниже pH, естественно, тем более концентрированные растворы, и тем больше там хлорида. А что такое хлорид? Хлоридные комплексы — это основной носитель и перемещатель благородных металлов. Собственно говоря, прагматический смысл этих исследований в том, что на начальной стадии гипергенеза благородные металлы, которые были в сульфидах, были заключены в сульфидах, или были в телоридах, в селенидах, или были мелкие, они приобретают способность мигрировать и заново откладываться в каких-то новых областях. При этом, вот, в зависимости от, ну, как бы, стадии развития процесса, у нас индикаторы состава поровых вод, которыми являются эфемерные сульфаты, они сначала обогащены цинком, потом это цинково-железистые образования, и, в конце концов, они вырождаются в сульфатах железа, а в конце концов, этот сульфат железа гидролизуется, и мы имеем бурые железники в том виде, к которому мы привыкли. Ну, соответственно, разнообразие и красота, минералогическая красота этих объектов, исключительно велика, вот, и, ну, как бы, вероятность найти редкие сульфаты тем выше, чем раньше, чем в более ранней стадии находится процесс гипергенеза. И самое большое минеральное разнообразие характеризует зону окисления на ранней стадии, техногенные или природные, какие угодно. Ну, для доказательства этого, ну, вроде бы так, достаточно очевидного факта, кстати говоря, нигде так не звучало, что были поставлены эксперименты по окислению руд. И поскольку, ну, опять же таки, совершенно понятно, что мелкозернистые руды окисляются быстрее, чем крупнозернистые, и немножко под другим механизмом, ну, с имитацией нашего режима окисления были взяты кристаллические зернистые руды и руды с большим содержанием коломорфной составляющей. Ну, понятно, что коломорфные руды окисляются быстрее. Вывод из них элементов в раствор осуществляется быстрее. Они быстрее приходят в равновесие по степени, ну, по ЕАЖ, по электродному потенциалу. И главное, в них быстрее выводится в раствор железо. А железо само является сильнейшим окислителем, то есть эта реакция катализируется еще больше собственным железом. Ну, и кроме того, в любой зоне окисления живут бактерии, а им от этого только хорошо. Ну, и тот факт, что мелкозернистые, особенно коломорфные руды окисляются быстрее, чем грубозернистые, он получил очередное подтверждение. Вот, а главное, вот в какой-то момент, когда кристаллические зернистые еще живые, а коломорфные уже разложились, наличие коломорфных руд приводит к ускорению всего процесса в целом и возможности формирования новых хорпигенитов, новообразованных, ну, на той матрице, которая остается от недоокислившихся старых сульфитов. На летнем месторождении нами были обнаружены техногенные сульфаты, обогащенные кобальтом. При этом кобальта в исходных рудах содержание кобальта 0,3%, а в гипергенной ситуации мы видим просто собственные минералы кобальта, которые, естественно, там быть не должны. Это были замечательные розового цвета сульфаты со своими формулами. И попытка выяснить, почему кобальт выделяется при окислении первым, она была также сопряжена с изучением технологических свойств этих руд, именно летнего месторождения, и возможностью излечения, попутного излечения кобальта, потому что у них кобальт весь, естественно, он весь достаточно легко уходил, благодаря тому, что руды уже даже в процессе измельчения и флотации, они тоже потихоньку окислялись, то есть у них этот растворный кобальт, он достаточно интенсивно уходил. Ну и был поставлен эксперимент по выщелачиванию руд, который показал, что содержание кобальта в летнем месторождении кобальт ведет себя примерно так же, как и цинк, несмотря на то, что он содержался в перите. В то время как на месторождениях более традиционного типа, типа Яман-Косинских, кобальт и медь ведут себя одинаково, и, естественно, вот этого упреждающего выщелачивания кобальта из руд не происходит. Ну и, собственно говоря, на летнем месторождении мы с минералогическими методами подцепили вот этот, ухватили вот этот момент, когда кобальт ушел в раствор, ну и смогли, ну, во всяком случае, хотя бы в таком лабораторном модельном эксперименте показать, в какой момент кобальт можно успешно извлечь. Вот о чем, собственно говоря, мы контактировали с проблем комплексного освоения недр, с Москвой, с Эпконом и с Гайским комбинатом. В общем, у нас тут хорошая получилась работа, благодаря которой мы до сих пор что-то делаем. Вот, значит, здесь известно, что вообще-то, в наших условиях, собственные минеральные формы цветных металлов, меди, цинка, свинца, ну, свинца, конечно, лучше, а меди, цинка, они в основном диспергируются, рассеиваются, своих минералов мы не видим, мы видим зоны рассеяния. Так вот, в какой момент происходит вот это рассеяние, когда начинают образовываться собственные сульфаты примесных элементов, на примере кобальта, были рассчитаны вероятности, нахождения металлов, на примере кобальта, в форме сорбированной и в форме собственных сульфатов, собственно говоря, сульфатов, которые получаются при испарении. Так вот, начиная с pH примерно 5,5, мы видим, что здесь мы выходим на ровную линию, это, собственно говоря, эффективность сорбции кобальта двухвалентного, в данном случае на глинах, ну, подобная картина получается и с оксидами, гидроксидами железа, вот, то есть пока мы имеем растворы с pH ниже 5, вот у нас цветные металлы, в том числе кобальты, можно это, как бы, аппроксимировать, пересчитать на другие металлы, они находятся в растворенном виде, соответственно, а, имеет экологическую опасность, б, могут быть эффективно излечены гальваническими методами, ну, и так далее. Вот, как только мы переваливаем через pH 5, мы имеем эффективную сорбцию на глинистых минералах и на гидроксидах железа, и, соответственно, уже упорную форму любого цветного металла, который уже извлечь, и достаточно дорого и невозможно. Ну, собственно говоря, это такой прагматический результат из этих работ. Ну, и всё, что я сказала, было сформулировано в виде защищаемого положения, как это у нас положено, и подтверждено определенными публикациями. Значит, следующая часть работы была посвящена, собственно говоря, просто описанию минерального разнообразия зон окисления. И начали мы, естественно, с минеральных форм благородных металлов. Это золото, это серебро, это галогениды, серигиды золота, серебра. Это сульфат, ну, о халькогенидах я уже сказала. Это широчайшее разнообразие минералов группы Ярозита. Здесь тоже очень, ну, достаточно много новых названий появилось. Это новообразованные минералы, которые впервые были найдены в подзоне, так сказать, полного окисления. Это железные шляпи. Это уникальное, совершенно юбилейного месторождения зона окисления, которая была сидеритовая. А сидеритовая она была благодаря тому, что она была перекрыта угленосными осадками, что обеспечила достаточно восстановительные условия для того, чтобы железной шляпой, собственно говоря, как таковой-то и не получилось. Это вот эти вот восстановительные условия и источник карбоната на юбилейном месторождении. Мы провели работы по изучению их изотопного состава, и обнаружилось, что на юбилейном месторождении осидерит и уголь из перекрывающих угленосных осадков имеют одинаковый изотопный состав. Очень низкий, и он не соответствует изотопному составу известняков или известковистых субстанций, которые могли бы быть найдены рядом с этим месторождением. То есть у нас благодаря гниению органики поровые воды были обогащены продуктами гниения. Естественно, они были легкие, очень изотопно легкие. Они не соответствовали ни карбонату воздуха, ни карбонату морской воды, ни карбонату известняков вмещающих. И, собственно говоря, они-то и связали двухполентное железо, которое образовалось от окисления перита из сульфидных руд, они связали в сидериты. И, как вы видите, тут достаточно был большой разброс, и это очень низкие значения изотопного состава углерода для карбоната. То есть это, в принципе, метан, можно привлекать любую органику, но, тем не менее, это так. Значит, на других месторождениях карбонаты в основном более тяжелые, но, тем не менее, их состав легче, чем состав карбоната, изотопный состав углерода из карбонатов, вмещающих известняков. В тех месторождениях, на которых у нас были найдены какие-то следы органики, вот на Западно-Озерном, например, месторождении, тоже достаточно, вот, минут 16 на Шеймердене тоже угленосные толщи, перекрывающие там уголь, перекрывающий толщик. То есть вот такой вот момент привноса органогенного углерода, вот мы считаем, что мы, в общем-то, в данном случае доказали. Это еще одно доказательство того, что в формировании зоны окисления принимает участие биота. Биота, собственно, это сульфидоокисляющие, сульфатрандицирующие бактерии. Ну и, собственно говоря, они, как правило, не может один тип бактерий существовать, там много типов, все они дают какие-то внешние признаки. Значит, еще один интересный момент в минералогии на зон окисление, это механизмы фиксации цветных металлов в форме сорбированной и в упорной уже в кристаллокимической форме на слоистых силикатах, на глинах. На месторождении Амурское содержание цинка в глинистых породах достигало порядка 3%. Значит, это рудное тело, это руды, запасы которых посчитаны и проведены технологические эксперименты, которые показывают, что цинк в этих рудах упорный, извлечь его крайне сложно, и рентабельное извлечение можно достичь только в случае формирования уже, ну, собственно, цинково-глинистых саконитовых руд, как это произошло на месторождении Шеймерден. И, собственно говоря, наша работа по изучению вещественного состава несульфидных цинковых руд на месторождении Амурское, к сожалению, привела к тому, что Амурское месторождение перешло в разряд рудопроявлений и не было поставлено на балансовый КЗ. Потому что объем этих руд достаточно большой, содержание кондиционное, а минеральная форма, она скверная, и скверность ее заключается в том, что это упорная, глинистая форма. Красивая минералогическая вещь – это гипергенная гетит, содержащая минеральную ассоциацию, вот он гетит, вот это гидроксиды марганца, это гематит, это дизингерит в гематите, видите, они вместе образовывались, тут вот от него ямка, дырочка, это они наложены. Это узелгинское месторождение, глубина залегания, вот этих тектонических зон с эпигенетической минерализацией, гипергенной минерализацией, она достигает нескольких сотен метров. То есть процессы могут идти и на очень больших глубинах. Ну и, собственно говоря, по минеральным ассоциациям была составлена вот такая таблица, в которой написано, где что можно найти и как эти ассоциации, собственно говоря, что реликтовое, что новообразованное, ну, собственно говоря, можно этим пользоваться в научных прикладных целях, в каких угодно. Список сейчас, вот 4 года прошло, мы его еще расширили, ну, потому что работа эта продолжается. Ну и, собственно говоря, по тому, что я сказала, было сформулировано четвертое защищаемое положение. Если коротко, то итог этой работы – это обобщение разрозненных многочисленных материалов по строению и вещественному составу зон окисления, который был обобщен в соответствии с имеющимися представлениями о формационных типах сульфидных месторождений, имеющимися представлениями о структуре этих месторождений и достижениями по диагностике минералов и уточнениях минерального состава и структуры. Ну, собственно говоря, это большой такой справочник получился, где, что можно найти, и, собственно говоря, прикладная часть – это вещественный состав пруд различных промышленно-технологических типов.